Всем привет! С вами Львини, и это обзор железнодорожной станции Гайвара. Начинаем! Данная станция находится в Винницкой области, преднадлежит Одесской железной дороге. Была открыта в 1889 году. Станция поистине уникальна, ведь на ней есть как стандартная колея, так и легендарная гайваранская узкоколейка. Настоящий рай для Жадуфана и других любителей железной дороги. Ведь здесь есть как оригинальные ПВ-40, ПП-Ваги, так и вот этот современный Ливрей, ну и всякий остальной подвижный состав. Это всякие снегочисты, тепловозы, платформы. Тут даже паровозы есть. Три паровоза. ГР-280, ГР-336 Киевское ДЖД и 159-495-30-х годов. Однако его мы сегодня не увидим, к сожалению. Да, к сожалению, на данный момент, на момент съемки этого видео, паровоз не ходовой. Однако надеемся, что в будущем он все-таки будет. Вот так выглядит в целом панорама этой станции. Иногда здесь организовываются заезды под тягой паровоза. Видео с таких заездов есть у меня на канале. Что интересно, то что в расписании даже указывается, какой будет типовоз. Ту-2 или Ту-7. А на туристические рейсы – паровоз ГР-336. Я считаю, что такое надо делать на многих станциях, потому что для ютуберов это полезно. Вот так выглядит зал ожидания внутри. В принципе, зал ожидания выглядит довольно обычно. Классика, одним словом. Еще хочу добавить, то что эти цветы в огромных горшках – тоже часть классики. Ведь на многих станциях такое есть. Однако, не на всех. Но тут есть. Вот так выглядит посадочная платформа для узкоколейки. Вот видно станцию с моста. Полюбуйтесь же на эти виды. Кстати, фонари здесь тоже довольно интересные. Тут есть гелиосы, что довольно обычно. Но есть и фонари-шарики, и на мосту, и так на станции. Что добавляет красоты данной станции? Конечно, о станции говорить можно многое. Тут много интересного подвижного состава. Станция находится в очень хорошем месте. И тут много чего еще интересного. Предлагаю пройтись по мосту, который, к слову, сделан из старых рельсов, и посмотреть на этот снегочист. И на тепловоз 102. Если отойти подальше, то вид будет уже такой. И тут можно прекрасно рассмотреть, как выглядит мост на данной станции. Вот так выглядит привокзальная площадь на этой станции. Да-да, это не какой-то город с небоскребами, с современной инфраструктурой. Это больше напоминает село, в котором находится железнодорожный узел. Этот вагон уже не ходовой. И много лет он уже такой. Да, таких здесь тоже довольно много. Но, возможно, когда-нибудь его восстановят. Или же он будет служить для кого-то сараем. Ручные стрелочные переводы. Такое тут тоже есть. Да, в 2023 году это довольно редкое явление. Однако здесь это сохранилось. Также тут есть дорога на Хощевате, которая предназначена для стандартной колеи, а также для узкоклейки. Такова она железнодорожная станция Хайворон. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Львини. С вами был Львини. Всем удачи, всем пока.